Лабытнанских спортсменов знают далеко за пределами городского округа. Их путь к победе оттачивается ежедневными тренировками в спортивных залах. Создать для этого современные комфортные условия – одна из задач федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Части нацпроекта – демография. Открытые в 2019-м ледовый центр «Авангард» и спорткомплекс «Полярный» дали возможность развивать новые для лабытнанги направления – фигурное катание и плавание. А в новом центре «Северный характер» работает сразу несколько секций единоборств, шахмат и волейбола. Накануне там провели публичный отчет о реализации нацпроекта. Альмира Новоселова продолжит тему. Новая площадка и экипировка для лабытнанских волейболистов от 7 до 17 лет созданы все условия для того, чтобы стать чемпионами. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова развивается проект «Академия волейбола «Факел», предполагающий единую сеть детских спортивных клубов». «Не нужно тратить время на то, чтобы вытаскивать какой-то инвентарь и обратно это все убирать. То есть мы постоянно без отрыва от производства работаем. То есть с мячами поработали, мячи положили, здесь отошли, тут поработали. То есть зал большой, площадь позволяет, поэтому, конечно, в этом плане удобнее». Шахматисты, достойно представляющие Ямал на всероссийских турнирах, тренируются в новом зале. Пять компьютеров позволяют участвовать в соревнованиях онлайн. Матвей Кучеренко считает, что это выводит их на новый уровень. Мальчику 13 лет, из них полжизни он занимается шахматами. Добиваться успеха помогает опыт, он знает, как вести себя во время партии. «Секрет – сидеть, думать и не торопиться за партией. И перед каждым ходом соперника за его время можно смотреть его ходы и сразу смотреть ответы на эти ходы. И это очень помогает в партиях». Центр единоборств «Северный характер» стал постоянным местом для любителей рукопашного боя. Ранее этот вид спорта своими силами пыталась развить инициативная группа. Сейчас тренировочный процесс приведен к спортивным стандартам. «Когда мы планировали насыщение этого комплекса спортивного «Северный характер», мы в том числе тщательно продумали ударную зону для рукопашного боя. Мы видим здесь имитацию сетки ограждения ММА, видим покрытие, которое менее травмоопасно, чем это просто маты где-то в спортзале. Мы видим здесь Олимпийский ринг. Все эти составляющие дают качественно новое развитие, в том числе рукопашному бою». Больше лабытнанцев среднего возраста от 30 до 60 лет стали заниматься спортом, если в цифрах почти 32% против 24,5% в 2019 году. Об этом рассказал руководитель сферы спорта в городском округе Юрий Бутаков, представляя публичный отчет о реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». «Это самый настоящий публичный доклад о том, что сделано вообще за последние три года, как мы идем, каким путем к достижению вот этих национальных целей, отвлечь детей и дать им такую хорошую, классную возможность проводить, заниматься собой, спортом, получать удовольствие. Все это в нашем городе есть». Заниматься спортом любительски или профессионально – выбор за каждым. Главное – и для тех, и для других в лабытнанге представлены самые разные виды и созданные все условия.